На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Да, доброе утро. Мы возвращаемся в прямой эфир. Сейчас у нас уже гость на прямой связи посредством ЗУМа. Саша? Да. Руководитель отдела анализа информации Центра среды, геологии и материологии Анто-Янтен. И мы будем говорить о Саласпилском ядерном реакторе. И наверняка многие из вас помнят эту ярчайшую страницу в истории латвийской науки. Реактор был построен в Саласпилсе, как ясно из названия, эксплуатировался с 1961 по 1998 год. Причины были его остановки финансово-политические, потому что на тот момент, ну, в начале 90-х, можете себе представить эту ситуацию в стране, на реакторе осталось около 70 работников. Зарплата была, должна оплачиваться из государственного, понятное дело, бюджета. Ядерное топливо нужно было покупать. В течение последнего времени эксплуатации реактор работал уже на запасах, купленных еще в советское время. И оборудование устарело, и вообще возникли вопросы, зачем этот реактор нужен. И в 95-м году Кабмин Латвии принял решение о ликвидации исследовательского центра, потому что денег, а посчитали, что на работу даже на ближайшее время, там на несколько лет требовалось около 20 миллионов долларов. И кнопку, такую красную кнопку, а я лично присутствовал как журналист, тогда на репортаже был, время этого процесса. В час дня 19 июня 1998 года остановили реактор, было принято решение его демонтировать. Однако, вот сколько лет с тех пор прошло, он до сих пор стоит. Какие-то, как это называется-то, господи, радиоактивные отходы. Да. Да, извините, раннее утро, прошу понять и простить. Радиоактивные отходы все еще там находятся. Долго решали вопрос, что делать с так называемой тяжелой водой и так далее, и тому подобное. Сейчас, наконец-то, судя по всему, мы входим в финальную фазу истории реактора, потому что Центр среды геологии и метеорологии заключил договоры с подрядчиками о демонтаже и ликвидации. И с госпожой Антоном мы поговорим, в общем-то, о подробностях этого процесса. Анта, простите, пожалуйста, за такую долгую вводную мою речь. Расскажите, пожалуйста, шаг за шагом, что сейчас будет происходить с аллоспилским реактором, и когда, в общем-то, от него не останется и следа. Да. Доброе утро. Так, этот большой процесс сделан, так бы сказать, в два части. Теперь будет первая часть, в котором будет исследование ядерного реактора и окружающей среды. И в это соглашение, которое у нас теперь есть, будет тоже, как сказать, разработан проект строительства. В том этапе они сделают, как бы сказать, план для демонтажа и ликвидации. Очень, очень так детально опишут этот процесс, как должен это будет, как эти радиоактивные отходы должны быть состематизированы, потому что не все будут радиоактивные. Эти отходы, которые не будут радиоактивными, пойдут обычным отходом. Но радиоактивные отходы, эти будут направлены на нашу, в Латвии, в Балдуане, находят эти хранилисти радиоактивные отходы радуанс. Угу. Да. Да, да, да. Этот процесс исследования и это разработки строительства проекта будет 24 месяца. То есть два года на разработку. Да. Но скажите, пожалуйста, с 98-го года неужели не было понятно, что нужно делать с реактором? Почему только сейчас вот этот проект будет разрабатываться? Нет, 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 нет такая ситуации, что не было... Все знали, что надо делать. И в этом, в начале 2000-х годов, там тоже было всякие исследования, и эта концепция для ликвидации, демонтажа написана. Так что нет, нет такая ситуации, что не было знать. Но главная проблема, конечно, была деньги. Потому что этот процесс очень дорогой. И там тоже есть, как бы сказать, два варианта для демонтажа. Один вариант, когда полностью все демонтировано, и, так сказать, зеленая площадка становится. Но другой вариант был, чтобы этот ядерный реактор демонтировали, но остальная инфраструктура остается, и там был планирован циклотрон для здоровья, для рака, обработания и так. Но эту идею тоже отменили в 2016-м году. И по этому времени, с начала 2000-х годов, там по меленьким, там всякие части уже демонтировали на работники, но это, как сказать, окруженная инфраструктура. Это не самый ядерный реактор. Сам радиоядерный реактор стоит там и ждет свое реальное. Вы упомянули содержание реактора, и, в общем-то, известно, что сумма составляет 150 тысяч в год. Вот неработающая вот эта махина. На что тратятся эти деньги? Каждый год эта территория и ядерный реактор мы управляем. В этом 150 тысяч есть заплата рабочей. Там находятся два человека, которые каждый день исследуют этот мониторинг для окружающей среды и для, как бы сказать, помещения, где находится эта радиоядерная вода из резервуара. И это помещение, где находится радиоядерный реактор. Там еще это физическое охранение, там есть на объекте электричество, топливо, топливное зимой. Так это состоит и в этом 50 тысяч. Напоминаю, мы беседуем с руководителем отдела анализа информации Центра среды, геологии и метеорологии Анте-Янтене. И именно этот центр ответственен за окончательную ликвидацию сало-спиловского реактора. Господа Янтенна, такой вопрос. Раньше было около сотни специалистов. Ну, когда самый разгар работы реактора. После его закрытия, на момент, скажем так, закрытия было около семидесяти уже. Сейчас только что, вы упомянули, два человека ежедневно там работают. Где Латвия возьмет специалистов для вот этого окончательного демонтажа? Именно это и есть. Почему мы сделали этот покупок, в котором в результате мы подписали это заглашение с CRM PRO. Конечно, в этот закупок мы оставляли условия, что должны быть эксперты, у которых есть этот опыт с работой, демонтажным, планом для демонтажа и ликвидации. Именно это соглашение, которое мы подписали, есть эксперты от Литвы, которые работали и гнолином, атомной реакторной станции, и тоже эксперты из Финляндии. После того, как закончится вот эта официальная история, эпоха Саласпилского реактора, останутся ли какие-то исследования в Латвии? Либо наши ученые будут ездить только в Швейцарию и участвовать в экспериментах ЦЕРН, например? Ну, этот вопрос я бы хотела сказать, что вы должны задавать латвийским университетам, потому что они работают и сейчас работают, и некоторые исследования, в которых используют эти радиоактивные вещества, и такие, что они работают, и я думаю, что будет работать исследование. Может ли Латвия когда-то в будущем вообще вернуться вообще к необходимости использования ядерного топлива, или это настолько небезопасно, что вообще в будущем никаких реакторов в Латвии строиться не будет? Ну, моя, я думаю, что нет, ближайшим годом нет, не будет. Ясно. Ну, что, наверное, спасибо большое. Безусловно, большое спасибо за информацию о том, как окончательно демонтируют Саласпилский реактор, руководителю отдела анализа информации Центра среды, геологии и метеорологии Антия Янтена. Большое спасибо, что участвовали в нашем эфире. Хорошего дня. Спасибо. Вам тоже хорошо. Спасибо. Да, у нас еще остается немного времени. Мы уже начали говорить о следующей теме. Это вот участие правозащитника, государственного правозащитника Юрия Янсенса, и связаны вот все это с вакцинацией. Действительно ли, дойдем ли мы до того, что вот эта вот добровольная вакцинация превратится в добровольно-принудительную? Я рискну предположить, что, в принципе, да, поскольку, во-первых, есть целая категория профессий, ну, которые вот по роду своей деятельности постоянно соприкасаются с другими людьми, да. Понятно, что это медики, те, кто вот оказывают медицинскую помощь населению. Это, естественно, полицейские, государственная полиция, муниципальная полиция, это пожарно-спасательная служба. Это, кстати, вот, к примеру, что приходит прежде всего в голову кассиры, да, вот в супермаркетах. Поэтому мне кажется, что рано... Они больше всего контактируют. Да, рано или поздно их, скажем так, ну, в добровольно-принудительном порядке, если кто из них не привился, если, допустим, у них нет никаких медицинских противопоказаний для прививки, и они там, не знаю, недавно не переболели ковидом, скорее всего, их вынудят вакцинироваться, потому что в противном случае их придется, ну, как бы увольнять нельзя, сейчас законодательство еще не позволяет, но, к примеру, перевести на какую-то другую работу. Ну, я не знаю, если, допустим, какой медик, там, не знаю, обслуживал население, так можно сказать, он будет больше работать, не знаю, с документами, да, если вдруг он категорически не хочет прививаться, потому что у нас нет сейчас 100-процентной вакцинации ни одной категории людей. Вот нельзя сказать, что все медики 100-процентно вакцинированы, все полицейские 100-процентно вакцинированы, все представители пожарно-спасательных служб 100-процентно вакцинированы. То есть у нас еще пока вот такого 100-процентного покрытия нет. Поэтому я думаю, что вопрос о том, как людей, не знаю, стимулировать, подвигнуть к вакцинации еще будет обсуждаться. Интересно, что, к примеру, в Москве, ну, я так вот, в соседней нашей стране, вот в России и в Москве даже предлагают вот тем пенсионерам, которые придут на вакцинацию, предлагают эти вот подарочные карты, да, где можно пойти и сразу продукты купить. Но и эта мера... Не работает? Не сейчас, конечно, она полностью не работает, но по-прежнему охват еще недостаточный, не случайно вакцинируется, там призывают все. От президента до мэра, там известные личности, там телеведущие, все призывают вакцинироваться, поскольку там, как мы знаем, во всяком случае в крупных городах, за маленькие какие-то отдаленные области не берусь говорить что-то, но что касается Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, как раз нет проблем с вакцинами. То есть вакцины есть, они, ну, российские вакцины, там теперь уже три варианта, да, пожалуйста, выбирай, вакцинируйся. И люди не идут, и там тоже заболевания, время от времени опять происходит, вот рост заболеваемости, это при том, что вакцины есть. Так что и в Латвии надо будет думать о том, с одной стороны, как людей побуждать к этому, как стимулировать, но и, естественно, как и заставлять тех, кто вот постоянно соприкасается вот с персоналом, интересно, у нас какое-то время в нашем эфире представитель Тестуру выступал, он тоже говорил, что вот те страны туристические, которые все-таки открываются постепенно для туристов, но там персонал, если ты хочешь вообще работать вот в этой сфере обслуживания, в гостиничном бизнесе, в туристическом, в аэропорту, но тебя просто не допустят до работы, или тебе надо будет уходить, не знаю, вот за свой счет или как, но в любом случае без прививки ты не сможешь вот работать в обслуживающей сфере. Я думаю, что в Латвии мы тоже к этому придем. У нас есть звонок, мы, наверное, успеем в этой части принять звонок тоже. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, 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 вы в эфире. Да, я хотел насчет прививки. Вот почему в России требуют еще перчатки, так же, как в маске, а у нас вообще не требуют. Что, вирус другой или что? Ну, я считаю так, это нужно говорить, наверное, с эпидемиологами, я считаю так, что перчатки – это больше с точки зрения гигиены. Ну, через кожу этот вирус не передается, да, поэтому это даже больше не с точки зрения того, чтобы защитить передачи вот ковида от человека к человеку, вот скорее всего, не знаю, с точки зрения гигиены. Мне так кажется, все-таки в подавляющем большинстве стран достаточно масок. Ну, я говорю, что тут, будем говорить с экспертом, может быть, есть аргументы, какие-то железобетонные, нужно обязательно использовать перчатки. Мне кажется, это перебор. Ну, это как бы так, мое мнение. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. А я хотела добавить про мытье рук. Дело в том, что врачам когда-то рекомендовали бактерицидное мыло, и оказалось, что они уничтожают с рук с кожей бактерии не только вредные, но и полезные. Именно. То есть я людям хочу сказать, выбирайте мыло, не берите бактерицидное. Спасибо. Спасибо большое. Вот заодно и совет от наших радиослушателей, что говорит о разносторонности нашей аудитории, за что большое спасибо. Нашим радиослушателям, как мы уже сказали, у нас будет на прямой линии государственный правозащитник, омбудсмен после выпуска новостей, рекламы. Так что не переключайтесь. Утро на Болткоме.